добрый 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 день добрый добрый вечер добрый доброй ночи у кого какое время и у кого какая страна с вами снова я ваша вивиена на канале как стать самой любимой ведунья вивиена есть еще второй канал вивиена и жизнь в тренде так он сейчас называется на канале этом втором вышло видео послание вам из будущей от самой себя вот в настоящее подарок судьбы ченнилинг посмотрите его а здесь у нас будет расклад как бы продолжение немножко послание вам из будущего от вашего мужчины вам что он вам скажет у кого-то это будет мужчина который сейчас и он вам будет говорить о вашем будущем а у кого-то это выйдет мужчина из будущего которые вам расскажет вам о настоящем это что произойдет в будущем есть такой метод называется ченнилинг разговор с душами умерших а также с высшим я вот мы будем разговаривать с высшим я этого мужчину мужчина мы вот сделаем этот ченнилинг мы залезем туда и он будет говорить вам из из будущего вам сейчас какая вы есть нас из настоящего и это всегда очень важно что вы узнаете что вам скажет это мироздание он вам скажет как вам открыть свой путь как вам раскрыть себя смотрите мои видео я говорю смотрите мои видео и можете каждый день и повторять их смотреть потому что моим голосом снимаются депрессии мелкие негативы мелкие невзгоды которые мы всегда получаем от жизни на себя набрасываем кому лично надо это уже отдельно там чистки еще что-то ритуал это пожалуйста обращайтесь расклады контакты мои на экране а также в описании в закрепленном комментарии и вы моим голосом и когда вы прослушиваете мои расклады то вы открываете свой путь свой путь свою дорогу жизни вы после моих видео этого мои подписчики которые уже они мои подружки которые со мной уже более трех лет они просто пишут мне как изменилась жизнь как много они узнали того что не знали не представляли как изменилась жизнь какие я даю советы вам по психологии а также действительно успокаиваю и те кто засыпает на моих раскладах знаете на вас негатив сглаз и вас закрываются глаза и счищается это у кого-то льются слезы это тоже происходит чистка сглаза никакого и маленького негатива и еще хочу сказать вам запомните мы даем вам онлайн ритуалы здесь раз здесь есть на канале и ритуалы и медитации и методики различные и онлайн ритуалы запомните онлайн ритуалы порчу джадо мусхи не снимет онлайн ритуалы мы показываем мастерство и да они счистят что-то но не до конца вы должны это понимать примать общественное это не личное а личное это вы сами и вы там в отношениях с партнером ваше личное это всегда так и когда работаешь лично с человеком а не на всех да они помогают но они счищают только как я говорю пыль с телевизора а все остальное забивает отбивают по углам и через какое-то время оно будет проявляться мы показываем свое мастерство что-то мы даже через интернет можем воздействовать на людей и сеансы например гипнотические есть такие на youtube тоже очень хорошо действует мне очень нравится канал одного украинского психотерапевта доктора замечательный человек очень замечательный очень хорошо работает удивительно у него действительно вот такие сеансы разного типа и когда я с ним общалась то есть и тоже сказала что он горда есть такие есть такой природный дар вот у нас природный дар мы обладаем когда камня на личную например приходит люди очень часто плачут идет слеза да счищается но сегодня мы будем говорить с ним с будущим послание вам настоящий сначала мы смотрим у меня всегда стоят тайм-коды кому не нравятся мои говорилки пожалуйста пропускайте я не обижаюсь это ваше личное дело кто-то хочет просто гадалки моргалки а кто-то хочет что-то познать жизни сейчас мы сначала посмотрим характеристику этого мужчины расклад общий поэтому смотреть надо сначала до конца запомните когда ведунь и вам что-то говорит маг экстрасенс просто гадалка нельзя просто так нажать на кнопку и получишь результат отрицательной своей жизни это надо всегда знать начали смотреть расклад его нужно посмотреть до конца если где по вариантам вы да можете посмотреть только свой вариант если общий расклад нужно посмотреть сначала до конца что говорит вам ведунья ясновидящие в том числе я вивиена и другие тарологи ясновидящие предсказатели слово гадалка это очень низко понимаете людям проще гадалка на самом деле это выше так какой у нас мужчина то есть посмотрим какой характеристика же энергетически что у него сейчас вот смотрим мужчина возможно с каким-то другом забирается на эверест мужчина сейчас себя ощущает очень харизматично так себе так так вроде бы как силой возможно он сейчас где-то с другом или находятся дома и покоряет какие-то вершины хочет покорить какие-то вершины возможно у него есть какие-то трудности которые он действительно хотел бы убрать от от себя но внешне он показывает себя очень таким я действительно хозяин тайги мишка косолапый что еще мужчина мужчина думает о вас как бы там ни было вы вышли парой посмотрите вы вышли парой удивительно как мужчина думает о вас он вас желает сексуально потому что вы вы что-то такое сделали с этим мужчиной что открыли какой-то ключик у него повернули или его ключик теперь принадлежит вам мужчина думает о вас часто думает он по ночам о вас во снах вы являетесь ему потому что вы дали ему какую-то силу на преодоление трудностей давали дали у каждого сейчас будет по-своему что мужчина там мужчина на данный момент вы что хотите не говорите мужчина думает о вас независимо от того в каких вы отношениях но у некоторых будет что у вас сейчас на пути дороги разошлись или какие-то разногласия но мужчина горит огнем он вас желает ах как желает и вы здесь вышли вместе вы представляете вышли вместе что еще у мужчин да мужчина преодолевает какие-то трудности мужчина любит показать себя что он ах какой мачагирай я альфа самец на самом деле может быть не совсем так но он так любит себя показать и знаете у него есть какая-то харизма этого мужчины почему-то все бабой бабленочки все липнуться к нему все на него обращают внимание но о вас он думает единственное что могу сказать что вот у некоторых некоторых парах и тут что про мужчину что есть какой-то холод между вами или разошлись пути дороги или разногласия но мужчина не понимает что почему он не может отвязаться от мысли что вы в его сердце выдумать он думает о вас он горит потому что вы солнце его все горит внутри и между и между выгулок его все горит но у него есть какая-то грусть о том что или у вас недопонимание или потеря доверия или расстояние или уже кто-то разошелся и у мужчины такое ну значит он показывает себя таким вот я король султан а на самом деле человек не очень решительный к действиям и очень часто делает знаете как вот он боится а вот как не будет будет и у вас это получается очень часто вот такой вот мужчина и вот он вот а вот знаете как от того что нерешительный и то что там какие-то разногласия между вами или недопонимание или расстоим но пусть будет как будет но приведет дорога вот к ней или она сама там как-то приведет но тогда пусть а сам что ты вот такой вот но все время думает а почему я не могу отвязаться от мысли они почему я ее жажду почему я хочу почему для меня она как солнце как огонь вот такой мужчина такие мужчины и в старости все будут альфа-самцами и мачо будут себя так преподносить есть такие мы восемьдесят девяносто они все равно такие они будут чечетку танцевать около любой принцессы ну а теперь начнем расклад послание вам из будущего от вашего мужчины вам настоящий посмотрите расклад на другом канале послание вас из будущей самой себе а здесь мы смотрим послание мужчины вам карта перевернулась спешит какую-то новость возможно получить от этого человека или узнаете что-то они теперь смотрим прошлое настоящее будущее прошлое но здесь действительно у кого-то настоящее будущее это то что он говорит смотрите что по прошлому по прошлому возможно действительно было расставание или человек знаете какой то пришел то ушел то есть ничего не сказал куда-то исчез потом опять появился всегда себя огораживает какими-то препятствиями вот вы например написали ты придешь вот так вот не надо писать вообще не надо привязываться к ним прилепляться а он пишет дождь идет ли осень такая жара все вот понимаете вот человек такой вот из прошлого она говорит да я манипулировал я делал так как я хочу куда-то исчезал у кто-то например семейные пары мог куда-то уехать заниматься своими делами своим флиртом что он говорит вам в настоящем а в настоящем у него разыгралась хоть я говорю мальчик в коротких красных штанишках а в настоящему нам говорит у меня как у подростка все вообще пылает аж попка покраснела как я тебя хочу и желаю а уж впереди мячики теннисные так вообще все аж вообще все от деление позеленели знаете такие шарики теннисные такие ярко зеленого цвета обычно вот такой ядовито зеленый цвет и будущее что он вам говорит в будущем карта башня карта разрушения то есть он вам говорит что именно через какие-то разрушения вот разрушить что-то будет настоящим и сейчас эту карту просмотрим потому что не всегда карта башня говорит о том что это разрушение но он говорит что вам о том что да возможно вот кто кого вы загадали может быть вы вместе и не будете но судьбу мы строим сами и поэтому наши действия дают нам будущее наше действие в настоящем дает будущее давайте посмотрим а почему все таки он говорит вам о каком-то разрушении что нужно разрушить все а потом построить новое вот разрушить вот какие-то ваши может быть долго ваши какие-то правила почему так вот говорит вам но он и себе говорит и вам он говорит и себе он и о себе говорит тоже вам из будущего что я был мальчик попугайчик на козочке мальчик попугайчик ребенок и не видел какие блага может дать вселенная как вот игрой карта это это золотое яблоко апельсин то есть это исполнение гисперида это исполнение желаний высших сил вот это он говорит то есть нужно разрушить то что было какое-то вот и ему тоже он говорит и мне надо все это отбросить я был просто маленьким мальчиком холеным капризным каким-то чтобы мне мне и только мне и так же он говорит и вам их ты была такой вот девочкой которая мне говорила что что-то надо какой я бы должен быть а я не мог этого дать я вот такой какой есть ты должна меня принять какой я есть и тогда будет была бы гармония и что он еще говорит там что понимаете вот он вам говорит и из будущего что понимаешь я как хищник я именно такой вот есть такие есть женщины хищники которые богатеньких ловят а есть мужчины хищники они как волки бегают и ловит новую жертву в свою паутину в паутину в паутину да как у него как тур для дур был да тур для дур что он всегда всех хватал как орел жабу и как в паутину паук вот это он хочет вам сказать что сейчас он как-то это осознал вот он это можно сказать где-то и раскаивается ну давайте смотреть а почему сейчас в настоящем вот это вот он вам говорит что у него действительно все распирает как у маленького подростка который еще не знает может быть что такое интимное отношение или узнал и и муж жажда он вас жаждет почему а потому что в настоящем вот я говорю мы же посмотрели его характеристику он думает о вас он жаждет вас потому что он считает что вы его вот как вторая половина не важно с кем он сейчас живет не важно что он делает он это чувствует это в его голове мы от его высшего я это высшее я его говорит ты со мной одно целое мы с тобой одной крови ты и я и вот она в настоящем конечно вы я не знаю что это за расклад понимаете но вот здесь вышло что мужчина в настоящем о вас думает почему еще раз и вот тут выпадает карта опять тоже где мы дополнение смотрели я здесь смотрю я карты кладу в кору колоду именно что у него как маленького мальчика вожделение ой как он хочет что вы такое сотворили маленькие ведьмочки женщины все такие маленькие ведьмочки маленькие колдунечки замечательно мы обладаем таким даром нужно уметь им пользоваться девочки уметь им пользоваться мы сильнее их мы королевы мы царица мы императрицы а теперь будем смотреть что он будет говорить вам вот что из прошлого что он вот вам скажет его его высшее я видите какой да он себя он говорит я в прошлом году в прошлом себя показывал не подойди все по моим правилам моя любовь по моим правилам и если что-то вы пытались что-то сделать как бы для себя чтобы он сразу был в сопротивлении не подходи и что еще он хочет вам сказать сейчас посмотрим а почему он так ну вот она все так и говорит что он себя как вот самовлюбленный такой самец самовлюбленный ну конечно по его правилам почему по его правилам а потому что он не любит чтобы ему противоречили женщина должна быть на месте как он считает все должно быть по его правилам он не хочет чтобы он перед женщиной унижался вот у него поэтому иначе его тогда распластают на кресте или к скале почему потому что он он себя внутренне считает воином у него все время идет война и с вами говорит мы с тобой мы с тобой на тебе как на войне у него всегда какая-то война с женщинами и это его подзадаривает когда вы может быть капризничали или вдруг кричали конфликту ах какая ты в гневе вот ему так нравится что еще ну еще он хочет как хотел бы сказать что может быть человек же одноватый у него и даже есть средства к существованию в жизни но еще такое у него идут из прошлого что ты хотел от меня того то а я не могу тебе этого дать вот здесь так же это я не могу я хотел бы свинец превратить золото но у меня пока не получается я пока не научилась этой высшей алхимической формуле давайте теперь смотрите что в настоящем вот его разжигает всего это его высшее я вам что говорит мне нравится расклад я прям аж улыбаться стала ах какой на понимаете на комплименты или на какие-то большие подарки что-то но не всегда этот человек на человека можно рассчитывать он может дарить большие подарки когда его очень много средств у каждого своя ситуация поэтому под каждой под свою ситуацию смотрите потому что что-то вы в раскладе будете принимать на себя а что-то отбрасывать также и на личных раскладах что-то человек слышит для себя что-то отбрасывает или потом вспоминает здесь человек или жидноватый или человек такой что он сделает подарок только такой ну который ему как бы не жалко не жалко от себя оторвать денежных средствах если у человека много денежных средств он может дарить и большие подарки но для него это не будет такой что он оторвет от себя нет и вот этого настоящим что и знаете вот это какое-то что у него такой в настоящем если у вас сейчас разногласие какое-то там может расторжение недоговоренность потому что в основном ритуалы общие расклады смотрят те у кого не очень хорошо в отношениях у кого все прекрасно тут не ходит гадалкам они так все понятно у них все понятно счастливые семьи счастливы одинаковы они счастливы каждый по-разному и знаете здесь такое еще идет что человек вот в настоящем он бы хотел чтобы вы сделали какие-то первые шаги навстречу чтобы вы и потому что вы же женщина что он еще вот в настоящем хочет вам сказать он хочет сказать что все равно он никогда не расскажет всю правду не покажет свои истинные истинные чувства он считает что для мужчины это непозволительно и если когда-нибудь скажет то потом если вы спросите ты меня любишь он может ответить мы уже говорили на эту тему я же тебе когда-то об этом говорил все или просто избежит вот этой ситуации и еще он любит какие-то тайные отношения он любит тайны он скрытный почему он говорит это что я скрытный я люблю тайны что он еще вам говорит он любит тайны и он еще говорит что он в настоящем что вы тоже его как-то обидели и он обидел вас и в тайне у него вы знаете иногда бывает что она меня тянет ты 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 прыгаешь себя может даже вслух а потом я не могу без нее я не могу да что ж такое так тянет почему тайны и ну у кого-то начиналось это все знаете как вот это вот на настоящее смотрим за начиналось так что все я тебя прям унесу на самолетах увезу на оленях у скачем на пони поскачем вот что в настоящем а в настоящем он скрывает истину что у него вы запали в душе вот в настоящем он это скрывает он это скрывает даже он пытается от себя но от себя никуда не обижать не убежишь и от остальных от вас а вот теперь мы посмотрим карту которая вышла будущее разрушение которое говорит вам этот мужчина своим высшим я говорит что в будущем надо разрушить то что вообще было из прошлого и что тогда почему на дорогу разрушить что еще вот об этом разрушении и и найти в пяти вперед разрушит и мы разрушим этот мир до оснований и панта был это господи интернационал до основания потом мы новый мир построим и здесь он говорит что да и будет у вас движение вперед он говорит вам что у вас будет движение вперед у вас будет мужчина и сексуальные даже отношения и у вас будет движение вперед движение вперед вот для чего нужно разрушить все порушить и заново построить вот привести к скалатор с огромный такой гири круглый все порушить разровнять и начинать новый фундамент и здесь он говорит вам что будет движение вперед даже бревно начнет свисти и даст листочки и он говорит что у вас новое что-то в жизни после как вы разрушите вот все что было в прошлом возможно он говорит и про вот сегодняшние отношения что надо все это порушить и у вас пойдет движение вперед вот что он вам говорит в будущее уже серьезный умный человек а не мальчик скачущий на деревянной лошадке давайте смотреть дальше что еще что еще вот третье послание одну от него будущего к вам настоящий но здесь его и он жертва и вот будущем новая любовь у многих будет или какое-то действительно известие что вам из прошлого из прошлого понимаете вот он-то король король мечей а здесь дали а здесь паш то есть он все рубил с плеча знаете то ли любить не умел как вот так как вот вы понимаете это но теперь его всего разжигает его разжигают эти чувства что в настоящем а в настоящем он понимает что он теперь он теперь повешенный он теперь жертва это он вам говорит что он может быть будет всем показывать что теперь она жертва а на самом деле вы стоите на ногах а он висит кверху ногами а что он говорит вам еще третьего из третьего послания что он говорит вам о будущем он говорит жди любви у тебя будет любовь у тебя будет послание и рыцарь на белом коне возможно это будет он но вот здесь по этому раскладу выходит больше что здесь что-то новое будет стучаться в вашу дверь хотя может быть и он потому что у всех разные ситуации надо разрушить все порушить и начать заново а теперь будем смотреть это я смотрел как прошлое настоящее будущее а теперь мы будем смотреть просто его послание и будем интерпретировать этот чейлинг мы влезаем его высший я вашего мужчина из будущего мужчина ваш который из будущего который сегодня и который вообще будет взрослый уже настоящий мужчина давайте смотреть что он вам из будущего вам предсказывает какое дает послание будем смотреть на разных картах буду выкладывать чтоб сразу потом все скажу очень удивительное послание посмотрите о чем говорит мужчина ваш мужчина из будущего это ваши ошибки и он вам говорит все должно быть по справедливости не надо уподобляться чувствам и страданиям надо увидеть высшее тогда придет мир в душу и будет в душе мир и будет в душе вот это вот сказка радости и что говорит идти не зацикливайся на своих страданиях не зацикливайся на на каких-то вот женщины любят и крутит и крутит и вертит какие-то мысли пока действительно до инсульта не докрутится иди спокойно вперед ведь вот дурак вот такой дурак он взял всего лишь котомку идет вперед он всегда придет в изумрудный город так и вы должны прийти вот этот изумрудный город по дороге мостовой по дороге желтой и что вас предупреждает чтобы вы действительно убрали все вот эти вот свои страдания по любви тогда к вам придет новое покой и мир потому что страдания и страхи они убивают все они дают только боль болезни и неисполнение ваши желания а то есть они дают серую черную жизнь очистим пространство что еще вам говорит ваш мужчина многим он говорит вашим девочкам что вот это все убери убери эти свои страдания эти свои иллюзии по любви надо идти спокойно по жизни просто идти улыбаться и радоваться и тогда у тебя будет если ты желаешь будет брак будет знакомство или будет брак он вам рассказывает что у вас будет и чего вам надо остерегаться и ты 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 станешь как юлий цезарь ты пойдешь вперед и да здесь встреча может быть человеком с каким-то да здесь идет он вам говорит что да у вас будет у многих будет замужество или встреча с человеком если вы смотрите вот как он вам будет говорить что и мы будем смотреть и любовь сейчас что он говорит и про про дела что у тебя будет новые новые дела новые свершения возможно работа новые направления и какой-то мужчина в этом будет помощник а у кого-то это выйдет действительно замужество или все совместное проживание то есть это для того чтобы около вас был император что он еще вам говорит для будущего что беги вперед держи свой посох жизни у нас у каждого есть посох жизни посох жизни прямо чтобы он показывал тебе дорогу и будешь будешь получать тогда очень хорошие радостные известия и смотрите вот тут видите муж и вот и вот приходит он говорит мужчина мужчина посохов мужчина мы сейчас посмотрим если выйдет такая же королева то значит это действительно по жизни мужчина который будет помогать денежно который может быть это на работе если вы смотрите по поводу работы карьеры то здесь действительно мужчина который будет поднимать вас вверх будет помогать вашему росту что еще говорит вам ваш мужчина будьте осторожны по справедливости брак у вас будет по справедливости будьте осторожны никому не давайте свои средства ни на какие подарки ни на какие помощи держите их при себе иначе будут потери это он предупреждает запомни он и вам и говорит мужчинам никогда нельзя помогать и никому не надо помогать денежными монетами хочешь помочь купим продукты или одежду что еще он вам говорит он еще раз вас предупреждает чтобы вы если встретились не не влюблялись вот так вот все и вся и принадлежите непонятно чему чтобы вы ушли от этих иллюзий чтобы жили в реально в реальном мире и тогда уважение человек который придет к вам с уважением перерастет в любовь и смотрите что у нас вышло и королева жезлов вышла то здесь он вам говорит о том что у вас на пути по судьбе король жезлов ну кто смотрит мужчины то будет наоборот королева жезлов вот она вы пара потому что вышли прям даже вот видите после него сразу раз два три то есть три карты у кого-то это будет 3 года у кого-то 3 дня у кого-то 3 недели у кого-то чуть может быть и больше но это он вам говорит из будущего когда вы вы тоже настоящее чтобы вы стали мудре здесь идет мужчина для любви но мужчина будет такой что это не будет вот как этот мужчина манипуляторы еще что-то это будет мужчина который будет твердо стоять на ногах Может быть, он не будет миллиардером и не будет иметь там 33 самолета и вертолета и недвижимость в Альпах. Он, может быть, будет меньше, но человек, который знает, что для совместных отношений нужна работа, денежные средства. Возможно, вот тут идёт такое, что мужчина появится не вот как-то вот прям раз и вспыхнула, как к кармической связи, прям фейерверк, взрыв. Как я говорю, взрыв на макаронной фабрике. А потом атомный взрыв при расставании. Нет, мужчина появится, и вам, может быть, не понравится. Но этот мужчина, вот видите, император. То есть ваш муж. И тут идёт уважение и согласие. Если вы смотрите по работе, ну тут прям идёт личное, то по работе идёт, что у вас будет какой-то союзник, возможно, в лице мужчины, который даст вам рост в денежном эквиваленте, в работе, в карьере. В бизнесе. Но здесь личное больше идёт. Что ещё, говорю? И у вас действительно из этих... Вот я говорю, я ясновиден, но карты потом из подсознания создают вот тоже результат такой же, что вы потом станете... Вот вроде бы как, ой, уши не такие, и ботинки у него один жёлтый, другой красный, и чубчик на голове, и лысина какая-то, ой, чем-то пахнет непонятно, а она от него пахнет суперпарфюмом французским, который вы даже фирму не знаете, потому что это только новая новинка вышла. И вот это перерастёт в очень крепкие любовные отношения, где вы сообща будете друг другу рассказывать, у кого-то, даже кто молодой, родится ребёнок. Вот что он вам говорит из будущего. Он вам говорит, делай выбор, или страдай по мне до конца своих дней, или делай выбор. У тебя идёт другой мужчина, другой король посохов. Делай выбор. Он идёт к тебе с любовью. Я тоже тебя жаждю. Ну, у нас, наверное, разные дороги. Хотя мы можем с тобой вместе что-то переделать, потому что я жду, когда ты сделаешь первый шаг. Но у тебя идёт такое. Прими своё будущее. Возможно, без меня. Но оно будет счастливое. А вместе, видишь, у нас что-то не совпадает. Значит, надо идти другими путями. И, возможно, разными или параллельными. Что ещё он вам говорит? И он говорит, люблю эту карту, потому что эта карта обычно бывает из прошлого. То есть возобновление чего-то такого, что было, но это не значит, что это из прошлого. И это говорит высший суд, что по воле высших сил вам дадут новые отношения. Это он вам говорит, тебе дадут новые отношения. Перестань страдать обо мне. Перестань страдать вообще по этой любви, которая секунда, а потом всё страдание. К тебе идёт новый император. Это он вам говорит. Решать тебе – это твоя жизнь, моя дорогая, настоящая. Моя весна, моё солнце, на который венок. Что он ещё вам говорит такое? Сейчас посмотрим вот так. Как бы резюме сделаем. Что советует он вам окончательно? Вот здесь действительно боль какая-то идёт и от мужчины, потому что вас он действительно жаждет. Но из того будущего, откуда он вам говорит, уже осмыслённый мужчина, такой мудрый мужчина, он вам говорит вот это, что у вас идёт настоящее движение вперёд, новое, заслуженное богами. Сделайте свой выбор. Он вам говорит, сделай выбор. Сделай выбор правильно. Отбрось все иллюзии про любовь несбыточную. Я его люблю, я без него жить не могу. Вот это он вам говорит. Прекрати это нытьё. Это неправда. Ты не можешь жить только без самой себя. И как только ты это поймёшь, тебе боги в будущем дают новое, светлое, гармоничное и радостное. Какой совет вам даёт мужчина из будущего вам настоящий? Бороться, убирать врагов. Вот тут враги. Около вас много врагов и лжецов. Убрать лжецов и врагов, которые вам говорят неправду. Что ещё он вам советует? И он вам даёт совет. Действительно придёт любовь, когда вы отсечёте всё ненужное у себя, потому что враги иногда есть в нас самих. Вот эти наши страдания, страхи, это и есть наши враги. Вот это надо внутренне взять, вот меч, и внутренне представить. Бац, отрубили. Бац, разрубили. Вот как гидр. И тогда приходит новая любовь. Любовь, понимание, амур. И действительно приходит, вот предсказывает он вам, что он увидел это в зеркальном шаре, ваше будущее. Что ещё он вам советует? И опять любовь. Всё-таки идёт любовь, или у кого-то смотрит там как бы по работе больше, потому что здесь и монеты идут, и материальное благополучие. Вы станете самодостаточной такой, как отбросите все иллюзии. И что вы будете действительно той Европой, которую похитит Зевс. Продолжения не будем, о чём оно, но там она стала самодостаточной женщиной, богатой. Зевс ей одарил её. И что он предсказывает, что у вас действительно появляется новый партнёр? Может быть, за горами, может быть, и близко. И он вам говорит, сделай выбор сама. Сделай выбор. Прекрати страдания, и ждёт новое, и очень-очень великолепное. Ты станешь счастливой, ты станешь самодостаточной. Ты будешь жить в гармонии. И, как ты говорила, в счастье и в любви. Со мной, может быть, так не вышло, но я горю и вспоминаю тебя. И уже прошло много-много лет, и я тебе из будущего об этом говорю. Ченнинлинг идёт. Я люблю тебя. Пусть по-своему, пусть как. Но я тебя люблю и до сих пор вспоминаю о тебе. Ты у меня одна такая. Меня к тебе до сих пор жар зовёт. Но у тебя вот такая судьба может быть. Прими её, и это будет выбор правильный. И сейчас мы вытащим одну карту. Нелюбовную. А вот это вот, что предсказывают они о будущем. Сейчас только надо убрать вот это. Карты, талисманы, предсказатели. Что он вам предсказывает из будущего. Что ваше будущее вам готовит. Это замечательная карта. Карта Синемира. Высшая сила. Хотя она и выражает высшую силу зла. Пятиконечная тут звезда. Но она не перевёрнутая. Говорит, что нужно всего добиваться самой. Самой. Вперёд. Карта звезда. Ещё что он вас предупреждает. Говорит вам. Пусть это будет не быстро. Это будет не сегодня. Это будет позже. Но прими это как есть. Что ещё? И тогда будет рост, возрождение и в любви, и в материальных благах. У кого-то будет бизнес, у кого-то новая работа, у кого-то ещё что-то, и новая любовь, и стабильность. Вот его совет. Это с вами разговаривал ваш мужчина из своего будущего. И такие он дал вам советы. Вы их можете принять, а можете не принять. Но пройдёт какое-то время, и вы переосмыслите или пересмотрите ещё раз расклад, чтобы понять истину этого расклада. И нужно обязательно отбросить все предсказания, все когда ритуалы нужно сделать и отбросить. И по ветру пустили. И тогда оно сбывается. Здесь очень хороший расклад. Я желаю вам радости, счастья, материального благополучия и здоровья. Умейте улыбаться и удивляться. Я вам два дня назад говорила, что я болела, бы заболела, мне трудно было снять видео. Прошло всего несколько дней. Я улыбаюсь и радуюсь. Конечно, я лечилась. Лечилась я разными средствами, и народными, и заговоры делала, и слушала различные шумы. А также медикаментозно, потому что только доктора лечат болезни. А мы восстанавливаем ваш энергококон, а потом доктора вас лечат. Мы внутренне вас готовим, внутренне даем вам как бы установку на вот этот вот путь светлый. Я желаю вам, умейте улыбаться и удивляться жизни. Вы просто увидите, как болезни будут отскакивать, как жизненные невзгоды, которые возникают, тоже будут отскакивать, или их вы сразу будете решать. И вселенные высшие силы будут давать вам шансы. Нужно успеть этот шанс схватить и выполнять действиями. С вами была Вивьена. Пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пожалуйста, проверяйте свои колокольчики и подписки. Ютуб сбрасывает на Ютубе сбой. И рекламы, которые идут, это делает Ютуб. Без рекламы не может существовать никакая компания. Ни Тивилизионная, ни Ютуб, ни Яндекс, ничего. Все держится на рекламе. Всех вам благ. Пока-пока. С вами была ваша Вивьена. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова